Здравствуйте, уважаемые друзья и коллеги! Мы с вами снова на канале Психфарм ТВ. С вами я, ваш Михаил Юрьевич Дробежев, который всегда на вашей стороне, который беседует с вами о тревоге и стрессе вот уже много дней. И сегодня мы разбираем пикамилон и пантагам. Это ноутропы, но эти ноутропы включены в классификацию транквилизаторов. Стало быть, они могут лечить тревогу, и мы о них должны обязательно сказать. Итак, мы говорили о препарате аминолон, который не проникает через гемотенцефалический барьер, а это гамма-аминомасляная кислота. И тогда возникла идея. А давайте гамма-аминомасляной кислоте, которая не является жирорастворимой, добавим жирорастворимое к какой-нибудь добавок. Прикрепим гамм, и тогда гамм будет проникать через гемотенцефалический барьер до гамм-кергических нейронов и начнет на них действовать. Такие препараты были созданы. Одним из них является анвифен, мы о нем уже говорили неоднократно. И этими препаратами является пикамилон, который является соединением гамм с никотиновой кислотой, это же витамин ПП. И пантагам, это гамм в сочетании с пантотеновой кислотой, которая тоже является жирорастворимой. И, соответственно, препарат под названием пантагам проникает через гемотенцефалический барьер. Когда вы будете читать описание этих двух препаратов, то вы увидите, что оно достаточно разное, это описание. И вам может показаться, что эти препараты разные. Но вот в чем они разные, а в чем они сходные, на самом деле можно легко разобраться. И мы с вами постараемся это сделать сейчас и достаточно быстро. Ну, во-первых, у этих препаратов, конечно же, разный механизм действия. И мы еще раз обращаем ваше внимание на классификацию академика середины, классификацию транквилизаторов по механизму их действия, которая очень и очень полезна, потому что позволяет понять, как действуют те или иные препараты. А действовать они должны следующим образом. Из всех нейронов они должны выбрать определенную цель. Потому что что такое тревога? Тревога – это торможение нейронов, которые блокируют тревогу. Всего два типа таких нейронов. Это гамм-нейроны, гамма-аминомасляная кислота, нейромедиатор, серотониновые нейроны, серотонин-нейромедиатор. И это активизация нейронов, которые реализуют тревогу. Здесь много таких нейронов, они здесь не все обозначены. Это глутаматные, норадреналиновые, гистаминовые, ацетилхолиновые нейроны. Итак, нужно выбрать себе мишень. Какую же мишень выбрал себе препарат пикамилон? Препарат пикамилон слабо активизирует гамм-нейроны, которые блокируют тревогу. Еще раз подчеркиваю, слабо блокирует гамм-нейроны, которые блокируют тревогу. То есть, таким образом, этот препарат действует на те же самые нейроны, что и бензодиазепины, только в разы слабее. А вот что касается препарата пантагам, то он выбрал себе другую цель. Он действует на нейроны, которые реализуют тревогу. Он тормозит их и тем самым тоже восстанавливает баланс между различными нейронами. Однако, действует он на эти нейроны очень и очень слабо. Вы меня спросите, а какие ваши доказательства, что оба эти препарата являются слабыми, или даже сказать, слабейшими транквилизаторами? Доказательство очень и очень простое. Ни пикамилон, ни пантагам не могут использоваться в качестве основного препарата для лечения тревоги по одной простой, собственно говоря, мысли. Потому что у них нет таких показаний. Вы сами понимаете, что фармацевтическая компания, она крайне заинтересована в том, чтобы как можно шире распространять свой препарат. И если уж даже фармацевтическая компания не смогла внести в показания противотревожный эффект, то очевидно, что он настолько слабый, что рассчитывать на него не приходится. Фактически, в отношении тревоги это, можно сказать, у фломицины. Итак, основные особенности пикамилона и пантагама. Очень слабый противотревожный эффект, если он есть вообще. Но поскольку очень и очень слабый противотревожный эффект, то другие нейроны уж точно совсем не тормозятся, сонливость для этих препаратов, соответственно, тоже не характерна. Что же касается когнитивных функций? Мы с вами всегда говорим о том, что препараты различаются, транквилизаторы, противотревожные препараты различаются по тому, как они действуют на когнитивные функции. А что такое когнитивные функции? Это всё о том, что мы думаем, воспринимаем, вспоминаем, решаем, что делать, ну, например, о том, что яйцо овальное, что оно хрупкое, что оно съедобное, что его надо съесть, потому что я голоден, это всё когнитивные функции. Так вот, мы с вами не знаем, действуют ли эти препараты на когнитивную функцию. Вы скажете, написано, что в инструкции, что они действуют. На самом деле это не так. В инструкции этих препаратов вы не найдёте ни одного указания, на какие нейроны действуют эти препараты для того, чтобы улучшать когнитивные функции. То есть, они действуют на когнитивные функции, по-видимому, минуя нейроны. А такого не бывает. Итак, основные особенности пикамелонной пантагамы. С виду совершенно разные препараты. Но на самом деле, очень слабый противотревожный эффект, если он есть вообще. Сонливость, конечно, не характерна. И как влияют эти препараты на когнитивные расстройства, не ясно. Но как они были зарегистрированы как ноутропы, это, я думаю, всем совершенно понятно. Поэтому, кто хочет лечить, точнее сказать, кто не хочет лечить тревогу, кто не хочет лечить когнитивные расстройства, тому подходит препарат пикамелон. Особенно, если ему нравятся препараты, которые очень слабо активизируют нейроны, тормозящие тревогу. А именно такой механизм действия у этого препарата. Напротив, препарат пантагам мы рекомендуем тем, кто не хочет лечить тревогу. Кому не важно, как препарат действует на когнитивные функции, действует ли он вообще, но кому нравятся препараты, которые очень слабо тормозят нейроны, реализующие тревогу. Вот, собственно говоря, все отличия между этими препаратами. Спасибо вам за внимание. А следующее мое выступление будет посвящено препарату нейромет.